Добрый день! Я Всеволод Илин и сегодня хочу вам представить на обзор наш новый продукт карабин SR-1. Этот карабин создан специально для практической стрельбы. В нем используется сбалансированная автоматика, которая практически уничтожает отдачу. Как он устроен? Что он может сделать? Какие плюсы и минусы? Сейчас я про все это вам расскажу. Во-первых, это упаковка. Наша новая упаковка. Как вы видите, в комплекте прилагаются два магазина совместимых с SR-15. Имеется в новом дизайне руководства пользователя. Очень подробная. Здесь описано состав изделия, запчасти, которую вы можете заказать. Подробнейшим образом, как на комиксе, как собирать и разбирать это оружие. Также, как настраивать дульный тормоз. В комплекте прилагаются два комплекта возвратных пружин для балансира и для возвратного механизма. Комплект деталей антабки M-Lock Picatinny и антабка для сошки для установки на цеве. Двухсторонняя рукоятка заведения и левосторонний предохранитель в случае, если вы левша. Также прилагается шомпол классический для автомата Калашникова. И в рукоятке имеется принадлежность. Масленка встроенная и принадлежность, которая крепится на шомпол для чистки и обслуживания оружия. Как вы видите, новая упаковка. Обращаю ваше внимание, эта упаковка это не кофр. То есть, это только для того, чтобы его купить, прийти домой и распаковать. Карабин с балансированной автоматикой, впервые представлен на российском рынке. Это уже коммерческая версия, окончательная, которую вы можете купить в магазине. В чем основное отличие этого оружия от другого? SR-1 создан специально для практической стрельбы. Поэтому здесь приняты все меры для того, чтобы максимально улучшить эргономику и приблизить ее к всем известной R-15, которая считается практически эталонной. Обеспечена совместимость с магазинами R-15. Также по дульным устройствам резьба такая же, как на R-15. И телескопический приклад такого же стандарта. Вы можете оставить комплектный, можете поменять на то, что вам больше подходит эргономически. Рукоятка стандартная, пистолетная, семейство АК. Также вы можете оставить вот эту удобную эргономическую рукоятку, либо заменить на то, что вам больше подходит. Цевье имеет термоэкран, посадочные места стандарта М-Лок. Соответственно, вы можете поставить любое навесное оборудование, которое вам необходимо. Цевье вывешено. Ни в каком месте не касается ствола. Соответственно, при установке в носошку, при опоре на преграду или при стрельбе с рук, средняя точка попадания никуда не будет уходить. Это очень важно в спорте. Крышка ствольной коробки с планкой Picatinny установлена жестко, но при этом есть некоторая хитрость. В передней части есть тепловой зазор. И, соответственно, при нагреве крышки не происходит ее изгиба. И, соответственно, не происходит смещения средней точки попадания. Вне зависимости от температуры на крышке. И, соответственно, при интенсивной стрельбе у вас будет стабильная точка попадания. По эргономике. Как вы видите, приклад имеет повышенную линию своей IC. Это сделано для того, чтобы сделать отдачу более линейной. Отдача очень успешно гасится в высоко развитом и высокоэффективном дульным тормозом конденсатором реактивного типа. Как его достраивать, написано в инструкции. У нас присутствует кнопочный предохранитель. Сейчас установлен правосторонний для правши. В комплекте есть левосторонний для левши. Он ставится отдельно. Кнопка сброса магазина. Магазин фиксируется в шахте, совместимой с R-15. Соответственно, все магазины это R-15. Сюда подходит. Присутствует автоматическая затворная задержка. Что это означает? При зарасходовании всех патронов затвор остается в крайнем заднем положении. Расходит это вот таким вот образом. И для того, чтобы вам продолжить стрельбу, вы сбрасываете магазин нажатием либо вот на эту кнопку. Тогда он выпадает под собственным весом. Либо, так как оружие полностью двухстороннее, на кнопку с левой стороны также магазин освобождается из креплений. После того, как вы сбросили магазин, вы присоединяете новый магазин, заполненный патронами. И для того, чтобы зарядить, вам не нужно дергать рукоятку в заведении. Вы пальцем нажимаете на специальный рычаг. И, соответственно, происходит заряжение. Рычаг находится с левой и с правой стороны. Тоже двухсторонний. Это затворная задержка. Когда вы заряжаете оружие, я рекомендую вам заряжать его с затворной задержки. Тогда магазин легко присоединяется. И вы легко, соответственно, его заряжаете. Разбирается, собирается SR-1 ничем не сложнее, чем автомат Калаша. Сейчас я это продемонстрирую. В первую очередь мы отсоединяем магазин. Проверяем, пуст ли патроник, пуст ли пуст, контрольный спуск. Далее снимаем цевья и снимаем крышку ствольной коробки. Снимается он следующим образом. Поворачивается рычаг фиксатора на 180 градусов. И цевьё снимается вперёд. Отдельная единица. Как снимается крышка? Фиксатор поворачивается на 180 градусов. Приподнимается задняя часть. И выводится из зацепления. Это отдельная крышка. Как вы видите, в принципе, отличие от автомата Калашникова только на эту деталь. Это балансир. Узел синхронизации. Две шестерёнки, которые вы видите. И отдельный поршень. Такая вот единая сборка. То, что вы видите внутри. Возвратный механизм. Затворная рама. УСМ. И затвор. Это всё заимствовалось автоматом Калашникова. Вот это база, на которой крепится вывешенное цевьё. Оно закреплено отдельно в ствольной коробке. Не касается ствола. Как видите, у изделия газовая камера своеобразной формы. Он имеет выход открытую часть в передней части и в задней части. Для взаимодействия с затворной рамой. И, соответственно, для взаимодействия с балансиром. Продолжим разборку. Снимаем возвратный механизм. Снимаем затворную раму. Изделие разобрано. Вынимаем затвор и затворная рама. Собственно говоря, разборка закончена. Вот так вот он выглядит изнутри. Сборка происходит в обратном порядке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok